Итак, я уже описывал для чего нужна трассировка Вот он логотип Puma Здесь у нас есть Pantera Кстати, с картинкой этот инструмент тоже можно использовать Появляются вот эти точки И эти точки можно двигать Соответственно, обрезая лишнее Если вам эта часть не нужна Кроме того, можно этот контур менять Когда вы подводите к границе контура Можно сделать двойной клик мышкой У вас здесь появится дополнительная точка Этих точек можно поставить сколько угодно И потом их можно двигать и менять контур Вот таким вот образом То есть в данном случае мы оставили только нашу Pantera И если мы нажмем теперь кнопку Crop Bitmap У нас сохранятся вот эти изменения И картинка преобразуется вот в эту картинку То есть смотрите, что получается Допустим, у нас есть вот такой объект подрезанный Мы делаем копию Кстати, копию можно делать двумя способами Первый способ Нет, даже тремя Первый способ привычный Самый, Ctrl-C, Ctrl-V У вас копируется объект И вставляется в то же место То есть вы его потом можете забрать Второй способ Это когда вы перетаскиваете И не отпуская левую кнопку мыши Вы кликаете еще правую кнопку мыши То есть вы по сути нажимаете обе клавиши на мышке Обе кнопки У вас объект тоже создается Это очень удобно, когда вам нужно перетащить объекта Давайте я покажу, как это работает Допустим, у вас есть один объект И есть какой-то другой объект Другого размера Допустим, вы не знаете этот размер по горизонтали Но вам нужно скопировать вот этот объект Чтобы он встал вот сюда Для этого мы цепляемся, допустим, к вот этой узловой точке Перетаскиваем объект сюда И не отпуская левую кнопку мыши Мы нажимаем правую кнопку мыши Все, у нас объект здесь создается Более того, у этого способа есть еще дополнительная фича Когда вы таким образом скопировали У вас Corel запоминает вот это вот смещение И если вы теперь выделите вот этот объект И нажмете комбинацию Ctrl-D У вас этот объект Так, нет, в данном случае не сработал Давайте еще раз попробуем Допустим, копируем вот так Нажимаем Ctrl-D И у вас Corel продолжает через это же расстояние Копировать столько объектов Сколько раз вы нажимаете Ctrl-D Тоже очень удобно Когда вам нужно сделать какую-то длинную последовательность объектов Давайте еще раз То есть выделяем вот этот объект Хватаемся за точку Привязываемся, кликаем правой кнопкой мыши Не отпуская левую И потом нажимаем Ctrl-D Мы создаем вот эти вот копии Так, и третий способ копирования Это нажатие плюсика на клавиатуре То есть мы просто нажимаем плюс У нас в этом же месте создается объект Фактически это та же самая команда Как Ctrl-C, Ctrl-V Только Ctrl-C, Ctrl-V работает для Windows в целом То есть вы можете скопировать, допустим, в Corel И потом открыть Photoshop Там нажать Ctrl-V И у вас этот объект перекочует в Photoshop То есть вы просто из программы в программу можете копировать Разумеется, если эти программы копирование поддерживают Допустим, чайник из 3D Max Вы в Corel уже скопировать не сможете Как 3D объект А когда вы нажимаете плюсик Это копирование только внутри Corel То есть вы после этого этот объект не сможете переместить в другие программы С одной стороны это плохо, да Потому что уменьшается функционал Вы, соответственно, не можете воспользоваться перенесением объекта в другую программу Но зато эта операция гораздо быстрее То есть из-за того, что Windows не копирует этот объект в буфер А работает в самом Corel Эта команда работает гораздо быстрее Если вы копируете там пару прямоугольников То способ, который вы используете, он не критичен Вы можете и так, и так скопировать В любом случае команда выполнится очень быстро Но если у вас огромное количество объектов Если у вас компьютер подвисает То я советую вам делать копирование именно через плюс Это самый быстрый способ На чем мы остановились То есть мы копируем объект И теперь смотрите Когда мы выделяем, допустим, вот этот объект Мы у него двигали точки И объект у нас примерно вот такой вот был Мы можем это сделать руками То есть перетаскивая эти точки Вот таким образом Мы можем эти точки удалять, если они лишние Корректировать кривизну То есть работать с картинкой Так же, как мы работали с обычной линией Либо, если вы хотите вернуть Вот эти вот линии, эти точки В исходное положение Вам нужно их выделить все И нажать Delete После этого у вас контур вернется в исходное положение Все, а когда мы выделяем вот этот объект И вот эти точки выделяем, нажимая на Delete У нас контур восстанавливается Но восстанавливается только в границах габаритного контейнера Так, возвращаемся к нашей пантере И переходим, собственно, к торсировке Когда мы картинку выделяем У нас в панели параметров есть вот такая кнопка Trace Bitmap Поскольку здесь есть стрелочка Мы можем кликнуть по этому инструменту У нас появятся дополнительные параметры Здесь у нас есть разные типы трассировки Я на этом подробно останавливаться не буду Вы можете просто пробежаться по всем вариантам И посмотреть А я сразу нажму на кнопку Trace Bitmap И выберу Quick Trace То есть быстрая трассировка Нажимаем на эту кнопку И у нас происходит автоматическая трассировка Если я теперь вот это уберу Вот это у нас осталось картинкой А вот это у нас уже представляет собой Группа объектов в виде кривых То есть в виде линий Если мы перейдем в режим Wireframe То есть ребра только То есть будет отображаться только каркас нашего объекта То мы увидим, что здесь у нас картинка Просто она становится такой серенькой, приглушенной А здесь мы увидим контуры объектов Вот эти параметры Они нам позволяют управлять тем, как будет отображаться объект в рабочей зоне То есть здесь у нас простой wireframe Simple Самый быстрый способ отображения Но в нем, соответственно, не отображаются цвета Но зато в нем видны все границы И очень удобно подгонять один объект под другой Это более качественная прорисовка этих контуров Далее у нас draft Заливка Но отображение не очень четкое Дальше у нас качество получше Exchange Это у нас самое лучшее качество Ну и пиксели Соответственно, у нас идет пикселизация Вот так это выглядит Я обычно использую вот эти два способа То есть Exchange Самый лучший То есть режим, в котором все объекты отображаются в их истинных, скажем так, значениях Картинка в наилучшем качестве Линии тоже четко прорисованы И в iFrame, когда мне нужно увидеть контуры и подогнать объекты один под другой Итак, переходим в Exchange Кликаем сюда И видим, что у нас это группа объектов И они у нас объединены в группу Давайте про группу тогда сразу поговорим То есть у нас есть, допустим, прямоугольники У нас есть, ну пусть будет наклонный прямоугольник И у нас есть, допустим, круг Вот так Они могут быть разных цветов Вот так И вы можете их, соответственно, двигать независимо друг от друга Но, допустим, вы создаете какую-то композицию У вас этих объектов очень много И чтобы каждый раз не выделять все эти объекты Для того, чтобы их все переместить Вы можете создать группу Для этого либо нажимаете комбинацию клавиш Ctrl G У вас меняется панель свойств Либо вы кликаете правой кнопкой мыши И выбираете здесь, соответственно, параметр Group Objects Вот она, Ctrl G Либо вы можете использовать это с помощью меню Group Group Objects Но, на мой взгляд, самый удобный способ Это все-таки клавиатура Нажимаем Ctrl G И у нас объекты группируются Чтобы их разгруппировать Фактически те же самые способы То есть либо правой кнопкой и Ungroup Вот Ungroup Objects Либо Ungroup Objects Эти два параметра отличаются тем Что вы можете использовать группы в группе То есть, допустим, у нас есть вот одна группа И у нас может находиться рядом еще одна группа И эти группы, они друг от друга не зависят Но вы их можете тоже объединить в группу И у вас будет одна группа И вот разгруппировать вы можете двумя способами Либо вы разгруппироваете просто Ungroup Objects У вас разгруппироваются группы Ну, скажем так, на один уровень Либо вы можете разгруппировать эти объекты Через Ungroup All Objects Тогда у вас разгруппируются все группы, которые были То есть, вся иерархия разрушится И у вас будет доступ К изначальным объектам Вернемся к группе Давайте мы ее соединим То есть, первый способ разгруппировать Это, собственно, опять контекстное меню То есть, меню, которое выходит по правой кнопкой мыши Либо нажать комбинацию Ctrl-U Все комбинации написаны в контекстном меню Поэтому в любой момент можно посмотреть Если забыли И еще способ Это на панели свойств У нас есть вот такие вот две кнопки То есть, такие же опять Ungroup Objects и Ungroup All Objects Так, с этим, думаю, понятно Теперь по поводу того, как с группой работать Если у вас, допустим, есть группа Вы не хотите ее разгруппировать Но вы хотите иметь доступ К какому-то конкретно объекту Допустим, вам нужно выделить вот этот прямоугольник И сделать его там зеленым цветом Для этого вы нажимаете клавишу Ctrl И кликайте по этому объекту Вас Corel пускает вовнутрь группы Группа остается сама по себе Но вы получаете доступ к объекту И к его свойствам Соответственно, вы можете изменить цвет на зеленый Кликнуть в свободное место И у вас сбросится выделение А группа останется группой То же самое, можете получить доступ К любому другому объекту Понятно, да? Так, и теперь переходим К нашему вот этому объекту Когда мы на нее нажимаем Как мы видим на панели свойств У нас есть вот эти вот две кнопки Которые говорят нам о том, что это группа Давайте мы ее разгруппируем Нажимаем Ungroup Objects И теперь у нас есть доступ Ко всем этим объектам независимо Мы можем кликнуть по вот этому белому фону И как вы видите, это у нас объект Выделяем его Удаляем Точно так же у нас есть доступ К любому из этих объектов Только смотрите По умолчанию у нас буква P Должна быть с отверстием внутри То есть сейчас у нас это Вот такой вот объект полнотелый И поверх него лежит вот такой вот объект Для того, чтобы у нас было не два объекта А один объект с отверстием Нам нужно поступить вот таким образом Мы вначале кликаем объект, который будет резать То есть прорезать отверстие Далее удерживая Shift Кликаем по объекту, в котором мы хотим Это отверстие вырезать И у нас появляются вот такие вот свойства И среди прочих параметров У нас есть параметр Trim Ну точнее у нас есть группа параметров Которые позволяют выполнять различные операции У нескольких объектов И в том числе операция вычитания Давайте мы это отдельно рассмотрим То есть допустим у нас есть два объекта Вот такие Мы выделяем один объект Давайте мы их цветами тоже выделим Чтобы было нагляднее То есть вот у нас голубой прямоугольник Когда мы поверх него кладем красный прямоугольник У нас красный прямоугольник перекрывает голубой То есть мы видим фактически вот Объект похожий на букву S Но фактически Corel помнит Что это у нас обычный прямоугольник Если мы хотим сделать Чтобы у нас все-таки был вот такой объект Мы выделяем красный прямоугольник Далее кликаем по голубому прямоугольнику И кликаем по кнопке 3 После этого у нас появляется Два вот таких объекта Далее если мы хотим допустим не вырезать А наоборот объединить Тогда мы выделяем один объект С Shift кликаем по второму И нажимаем кнопку Weld У нас объекты объединяются в один объект Причем объект становится полностью голубым Поскольку вторым объектом Который мы выделяли у нас был голубой объект То есть главным у нас является объект Который выделяется последним Потому что такую операцию вы можете производить С несколькими объектами То есть у вас может быть вот такая ситуация Допустим желтый, красный Дальше синий Кликаем вырезать И у вас вырезается сразу Двумя прямоугольниками А если мы будем объединять То у нас соответственно тоже объединяются все эти объекты И главный у нас тот объект Который мы выделяем последний Так И последняя операция Это Вот это Интерсект То есть у нас получается объект Который является Пересечением двух этих объектов То есть у нас у них есть общая зона Поскольку они накладываются друг на друга В данном случае это зона вот такая Вот Если мы сейчас выделим вот этот Вот этот И кликнем по интерсект У нас создастся новый объект Который будет являться Областью пересечения двух вот этих объектов Итак Возвращаемся к нашему логотипу У нас есть Вот этот объект Мы его выделяем Далее кликаем Шифтом по букве P Нажимаем интерсект И у нас появляется прорезь Причем вот этот объект у нас остается Нам его теперь нужно убрать в сторону И если мы Создадим например объект Вот такой И положим его вниз Мы увидим что У нас теперь в букве P Есть прорезь А допустим в букве A У нас такой прорези еще нет Так Раз мы эту операцию сделали Давайте я вам покажу еще Как располагать объекты Относительно друг друга То есть поскольку у нас Два объекта могут располагаться На одном листе так скажем У нас обязательно какой-то объект Будет выше другого Ну потому что королу надо же как-то Отображать результат То есть либо у нас красный лежит Поверх зеленого И перекрывает его Либо у нас зеленый Будет лежать поверх красного Вот чтобы у нас определить порядок Мы опять же используем Либо правую кнопку мыши Здесь у нас есть подменю Order То есть порядок И здесь есть параметры Которые позволяют нам Ставить объекты На тот или иной слой Когда у нас два объекта Порядок очевиден То есть либо зеленый у нас будет сверху Либо красный будет сверху Но если у нас объекта больше двух То непонятно какой будет выше То есть допустим мы хотим Зеленый положить выше красного Но ниже желтого Для этого мы кликаем правой кнопкой мыши Выбираем order И выбираем in front of То есть спереди от Кликаем сюда Нажимаем красный И у нас зеленый появляется поверх красного Но желтый остается при этом Выше по слою Если мы хотим Вот этот зеленый Положить сразу на самый верхний слой Мы соответственно Выбираем order И выбираем To front of page То есть у нас объект Становится самым верхним На странице Но заходить каждый раз в меню И выбирать какой-то параметр Который здесь нам нужен Это не очень удобно Особенно когда у вас много объектов И вам их регулярно нужно двигать туда-сюда Поэтому я опять же использую горячие клавиши Вы можете заходить сюда Смотреть эти клавиши Запоминать их И использовать Я их соответственно знаю И использую Логика здесь очень простая Давайте я вам скажу То есть когда мы нажимаем Shift и Page Down У нас объект опускается На самый нижний слой Когда мы используем Shift и Page Up У нас соответственно Объект переходит на верхний слой Если мы используем Не Shift, а Ctrl Мы можем двигать Объект послойно Пошагово То есть мы Нажимаем Ctrl И допустим Page Down У нас Объект переходит На один слой вниз Когда мы еще раз нажимаем Он переходит Еще на один объект вниз Давайте мы создадим Еще несколько объектов Чтобы это было наглядно То есть нажимаем Shift, Page Up У нас объект переходит В самый верх По слоям И когда мы нажимаем Ctrl и Page Down Несколько раз У нас объект Постепенно опускается На один слой вниз Соответственно Вы нажимаете Столько сколько нужно Чтобы объект Оказался там Где вам нужно Так Возвращаемся Снова к нашему логотипу Здесь Выделяем Вот этот объект С Shift Кликаем по вот этому объекту Кликаем Trim И тоже вырезаем Отверстие И у нас появляется Собственно Puma Уже С прорезями Аналогичным образом Поступаем здесь Выделяем белый объект Потом черный объект Выделяем Trim Убираем И у нас получается Вот такая ситуация Если мы хотим Чтобы вот эти объекты У нас были вместе Мы их можем Либо объединить В группу То есть кликаем Первый Кликаем второй Нажимаем Ctrl G И теперь у нас Это два объекта Но можно их объединить Сделать единым объектом Для этого мы их оба нажимаем И кликаем Weld Они у нас сливаются И теперь Это у нас один объект То же самое Делаем с Puma Все Это у нас один объект Так Ну и теперь Возвращаемся Собственно К самой Кошки Как вы видите Это у нас тоже Объект И у него можно Редактировать Все эти точки Выбираем вот этот инструмент Shape Tool Выбираем точку И можем Корректировать Допустим Нам нужно Чтобы здесь было Скругление Мы кликаем По этой Точке И выбираем Smooth Выбираем Симметрию Чтобы Рычажки были Одинаковые И подгоняем Делаем более Круглое Здесь делаем То же самое И корректируем Вот таким образом Так Так в принципе Все с трассировкой Тема на самом деле Значительно более широкая Здесь много способов Трассировки Можно трассировать Не в виде Объектов С заливкой Можно трассировать В виде контура Только То есть у вас будет Только линия Наружная Плюс у нас Объект очень простой То есть Пантера у нас Абсолютно черная Без градиентов Без каких-то Контур у нее Достаточно четко Прорисован И трассировка Прошла довольно Легко Но вы сюда можете Добавить Допустим Обычную фотографию С той же пантерой Да Там будут вокруг листья У нее будут глаза Со зрачками Она будет разноцветная И соответственно Трассировка уже Не будет такой простой Там уже надо Рассматривать Разные Способы трассировки Какой вам подходит И когда вы заходите В этот параметр Вот видите Да Здесь у нас есть Многоточие Это означает Что Откроется окно В которое вы можете Использовать Разные параметры То есть в данном случае Можно было допустим Оттрассировать так Чтобы вот этот белый фон Стал прозрачным То есть не нужно было Удалять этот объект Здесь есть разные типы В данном случае Разница не будет заметна А вот если вы выберете Полноценную Полноцветную картинку То там Вот эти параметры Будут сильно влиять на результат Добавьте картинку Поэкспериментируйте Посмотрите как Эти параметры влияют Я думаю Вы разберетесь Достаточно быстро Чаще всего Вам будут нужны Какие-то Определенные алгоритмы 1, 2 И вы будете использовать Именно их А все остальные Будете игнорировать Так все Я думаю На этом тоже понятно Поэтому Эту часть Я тоже Заканчиваю А в следующем уроке Посмотрим Конкретные Логотипы Я скачал с интернета Разные логотипы И мы их сейчас Будем сюда добавлять И попробуем Нарисовать Такие же Используя уже Те инструменты Которые мы с вами Рассмотрели В прошлых трех уроках Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok